книга открытым оком том 17 тема политика вопрос 3123 если настоящие поэта в зарубежье и как они видят будущее россии и свое если чему у них поучиться здешним поэтом отвечает игнатий тихонович лапкин ни одного не знаю есть хорошие стихи вера кушнир родиона березова но они не православные вот ознакомьтесь с одним из осколков ушедшего порушенного навсегда он называет себя сам поэтом и не один раз даже выборочно взятых его куплетах как будто в оборочном состоянии человек пишет от старых родителей видимо он получил запал о святой руси в кавычках виновны у него конечно же жидомасоны кривоногая мразь и сволочь и есть у него надежда на новых прорастающих глуши да посмотрел бы он эту глушь пожил бы там хотя одну неделю я из его стихов не мог взять для своей книги ни одного четверостишья куплета здесь же просто даю для образца перлы по рубежья кавычках и уверенно сей муж себя называет поэтом значит за такового его и почитают там если в центральном зарубежном журнале печатают его мертвый лепит библия и христос ему неведомы они там ничего так и не поняли что бог сотворил с прежней руси за ее грехи и все мечтает о реванше зачем он и православная жизнь номер 2 скобках 673 февраль 2006 года год издания пятьдесят пятый русской сознание души в кавычках стихи порубежья михаил юб 46 страниц стихов беса санкт-петербургскую русь запрягли в кривоногое стадо приблудных уродов ну а те все что было украли сожгли превращая державу в кагал идиотов там в глубинках почти омертвевшей руси подрастают бойцы новорусской державы не удастся уверен за шмат колбасы их сознание купить этой нечисти ржавой сквозь последнюю схватку сражения сути россии к победе вела все оправдано нет поражения а душа кристально светла по полной за при ними за при ними за непримиримость до дна за кубанский поход лежит под сердцем власть тупых времен дотронешься и тут же все взорвется не надышался я святейшеством икон в которых сердце православия бьется мы народ весьма особого закала как и наша древняя русская страна шайка пришлых нас сегодня заплевала ничего получит завтра все сполна средь пустоты уныло поражение посевы нового возмездия взойдут и тех кто русь довел до унижения с лица земли безжалостно сотрут не раз пришельцы русских истребляли он возревала в заимках зерно и если мы им прошлое прощали то в будущем сие исключено самих себя сегодня обвиняем что допустили злыдник пирогу но истину на ложь не променяем и китиш не достанется врагу русь не пора ли вставать и как в старину бывало на меч возмездия опять перековать орала я старый вещун пророк в изгнание из мест родных глаголю близится срок гибельный срок для них непредсказуем наш взрыв оккупантов дни сочтены сынок сатанинский нарыв васильками возмездия проткни до чего довела тебя родина это русскоязычная мразь полонила сознание блевотина оболгала славянскую вязь широкой масленице половодья блинами нас желает затопить так разрешите ваше благородие за наши плодородные угодья еще один стопарик осушить мы все подчинены заветной мысли веселье руси нам не жить ну что вы там касатики прокисли пора под блин с начинкой русской жизни еще одну чекушку пропустить язычество столь древние веселья блинами взлетов и падений не затмить нет нам не трудно а после похмелья за православной россии возрождение еще одну бутылку раздавить широкой масленице хороводы врагам святой руси не победить мы под блинцы пройдя огонь и воды во имя лучезарных дней свободы по-русски пили пьем и будем пить и больно видеть как добро скупает вчерашний призрак и заседлых мест как русский дух из русских выбивает как истребляет русских женщин честь закат империи в моих глазах мерцает вечерним блеском собственной судьбы пусть тот кто эти строки прочитает поймет страдания рос российской голодьбы размышляю истощились силы сокрушить занозистую гнусь но учтите гнойные бациллы я врагам россии не сдаюсь сегодня мразь во мгле пирует но и из подволь грядет возмездие год вот почему душа изгнанника тоскует среди фальшивых западных красот во все века правительство сбывалось и я в правительстве своем не ошибусь мне русское сознание досталось любить и прославлять святую русть русскую энергию подмяли и зело злорадство и во мгле кровь великороссов размешали с кривоногой нечистью в котле мечта святой руси сопровождала словами истыми переходя в печать вот почему я вновь спешу орала на меч возмездие перековать сколько ни старайся не получится мы непредсказуемы и впредь воевать по-новому научиться басырманской сволочью медведь я уверена в недалеком будущем славу обретая на века русская воспрянет слово снова мужество и добьет последнего врага нечистых сил древнейшая стратегия распространила богомерзкие дела но не иссякла русская энергия а тайна перешла в колокола да я поэт разрушенной империи филадельфия 2004 год притча 23 35 цитата и скажешь били меня мне не было больно толкали меня я не чувствовал когда проснусь опять буду искать того же иеремия 2 30 цитата в отше поражал я детей ваших они не приняли в разумлении пророков ваших поедал меч ваш как истребляющий лев иеремия 37 10 цитата если бы вы даже разбили все войско халдеев воюющих против вас и остались бы у них только раненые то и не встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город сей огнем простите делал ошибку то и те стали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город сей огнем о чем поет русланова куда зовет утесов высоцкого прошу в расчет не брать души щипательные волны развратные матросы и песен таковых тома они тетрадь и ни одной про библию про строгость не спета про христа в счастливой пасхи им то запретное повелено не трогать а вот до секса повсеместно падки поется говорится от избытка сердца а в сердце вера нет словечко про иисуса не бог не царь не нужно вызов дерзкий построим коммунизм но бог вам не попустит по это композиторы лакеи у тиранов то пьянство восхваляют то разбой дворцы им обещали не спровергали храмы но как отцы умрете скотина на убой есть задушевные напевы и про мать про стариков которых расцелуют но без христа их жизнь всегда тюрьма готовит участь смертную и злую послушайте поющих христиан о радости и счастье бесконечном бог любящий на раны льет бальзам их светлой вечностью ласкает тихий вечер гори же вифельемская звезда над колыбелью как и над могилой бог обещал из праха воссоздать любимых умерших и тех кого убили наш арсенал духовных песнопений уносит в райские обители и в небо где смерти нет а есть лишь воскресенье единое для счастья на потребу песнь моисея станет песней агнца гуслиста небо хором огласят ликующие песни не пляски и не танцы сегодняшних свиней и поросят 9 апреля 2006 год игнатий тихонович лапкин